Манштадт. Все мы там бывали. Приветствую на моем телеканале Тайват 1. Сегодня вас ждет увлекательный тур по небезызвестному региону Тайвата, именуемый Манштадтом. Город ветров и свободы, так именуют его большинство. Прекрасная архитектура и интересные заведения Делюк. Вино с его винокурней и еще больше всего в этом видеоролике. Но сперва, давайте полюбуемся красотами здешних мест. Мне кажется, мы немножко передушнили, пора, знаете, немножко рофл-он включать и начинать что-то говорить. Ну так вот, Манштадт, прекрасный город, давайте уберем лого, оно мешается. Так вот, Манштадт, прекрасный город, уберем те лого, оно мешается. Место с богатой фауной, кучей воды, горами, всякими ветряными астрами, сесилиями и тому подобному. Картинки искать очень сложно, я больше не буду говорить слова. Также в Манштадте водятся грибы. Очень важно, да. Также водятся всякие пернатые уеба. Такая прекрасная статую такой прекрасной женщины, Анема Архонта. Так, давайте отправимся к самому началу истории. Вот тут мы примерно начали игру, да, вот примерно на этом песке, царапаем ноги на хите, круто. Ну, в общем, вы поняли, вот тут мы начали, тут мы вроде бы не ловили Пайман, Пайман мы поймали в луже. Итак, перед вами мудрое дерево. Насколько мы помним из сюжета, это дерево обладает огромной анемосилой, благодаря чему даже сам Барбатос, благодаря нему, хилился от ранений дракончика. Ещё здесь в речке плавают суши. А вот, кстати, горы. Я даже не знаю, стоит ли их учитывать в Манштадт, но вот вам картинка. Да, вот это строение. Интересно, для чего оно нуждалось раньше? Я вроде бы не скипался уже так сильно, чтобы не помнить, но неужто логово ужаса Бори было логовом ужаса Бори и до того, как он стал злым? Ну, типа, я не помню назначение этой постройки, про неё в сюжете мало упоминается, кроме основной линии. Что это такое? Ну, в общем, да. Анемо-барьеры, лучи света всякие, данжи, где можно избить дракона, которого мы спасли. Всё как у нас. Интересно, как у нас это как? Это типа, ну, знаете, ну... Посмотрите на эту концентрацию анемо-стихий в виде слайма. Вообще, рофельный чел, прыгать любит. Вот он, убегает от меня. Я вот такой вот American Psychopath, yes, да. А вот нашему взору открывается логово самого главного преступника всего Тейвата, Дилюка. Это его винокурня, где он варит меф. Интересный факт о Дилюке. В детстве его так часто роняли головой вниз, то, что он решил стать супергероем. И поэтому он прыгает с крыш зданий. А знаете, а, пожалуй, на этом нам хватит, иначе шутки про детей и так не очень хорошо ценятся. Давайте лучше изучим всю анемо-фауну Тейвата. Ну, к примеру, есть у нас слайма, дефолт. Что же у нас еще является анемо? Ну, у нас есть великий кубик Рубика, анемо, и глаз в буре. Что это, я до конца не понимаю. Есть еще всякие анемо-призраки, и тут мне непонятно, почему бы не сделать там, не знаю, мини-ответвление, региончик, в котором эти призраки будут существовать. А, да, еще есть в Тейвате и в Монштадте абсолютно все виды хачапури, примерно как в вашей забегаловке у дома. Или там не хачапури. А, ну да, еще анемо-магов-бездны еще не придумали, и вестников тоже. Интересно, с чем-то связано, но да, в общем, ждем анемо-тварей. И чем их там рассеивать придется, непонятно. О, а вот, кстати, ужас-фу, посмотрим, что он может. Погнали. Итак, вот он, дракончик. Как вы видите, у него на хребте его, на спине, на позвонке есть небольшой кристаллик, который ему бошку дурманит, который мы по сюжету удаляли. Крутые из нас вообще эти удалители опухолей, потому что сделали мы это посредством избиения. Поэтому он, наверное, злой и продолжает нас бить, когда мы приходим к нему в гости. Хорошо, что нам никто не мешает повторить этот экспириенс. Все во имя науки, ребята, вы че? Ну, лучше все равно говно, которое я не буду использовать, скорее всего, никогда. Итак, ребята, пора поговорить. Можете, в принципе, скипать, но дело вот в чем. Возвращайтесь в Монштадт почаще, потому что даже если вы полностью закрыли местность, не факт, что вы там чего-то интересного не сможете найти. Постоянно находятся какие-то новые секреты и так далее. В общем, регион очень интересный. Подписывайтесь, ставьте лайки, я не уверен, что эти слова вам нужны, потому что процент подписчиков у меня и так стремительно растет каждый день. И, типа, процент изменился очень кардинально. Так что давайте я просто скажу большое человеческое спасибо всем, кто посмотрел. И, в общем-то, ставлю вас один на один с прикольным мемом, шуткой, рофлом. Вж-вж. Если ты хоть пальцем ронешь медика, я отгрызу твои яйца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!